Власти Ирана не допустят распространения американского политического, экономического или культурного влияния на Исламскую Республику. Это заявление сегодня сделал духовный лидер Ирана Айтала Али Хаминеи, уточнивший, что заключенная с Западом сделка – это не повод указывать Тегерану, как ему следует себя вести. Сегодня же глава иранского МИДа заявил, что приоритетным для республики являются отношения с Россией. Как на эти слова отреагировали в США, я выясню у моего коллеги Евгения Маслова, который присоединяется к нам от штаб-квартиры ООН в Манхэттене. Евгений, приветствую и вам слово. Приветствую, Лиза. Тегеран явно пытается показать Вашингтону, что, несмотря на достижение договоренности по ядерной программе, Иран не намерен идти на сближение с США. Иран, который, по сути, вынудили согласиться на контроле и проверке ядерных объектов международными инспекторами, пытается показать, что это не было проявлением слабости и что никакого изменения внутренней и внешней политики Исламской Республики в регионе не будет. Айаталлах Амины сделал по этому поводу довольно жесткое заявление в Тегеране. Его транслировали в эфире иранского телевидения. Вот отрывок из него. Сегодня Америка уже не имеет той репутации и влияния на Ближний Восток, как это было ранее. Но они хотят это восстановить. Американцы думали, что эта сделка, если ее, конечно, одобрят США и в Иране, откроет нашу страну для их влияния. Но мы будем стоять на пути этим намерением. Мы не позволим, чтобы Америка влияла на нас политически, экономически или культурно. И будем противостоять этому всеми силами. Между тем, в силу того, что именно эту мысль о недопустимости американского влияния в регионе и в Иране несколько раз произнес и подчеркнул Хамин Ири, ряд экспертов здесь в США склонны считать, что духовный лидер Исламской Республики, делая заявление, сигнал посылал не столько Вашингтону, дескать, ничего нового он не сказал, а главным образом самому Ирану, давая понять, что сделка не означает разворот к Западу и что общество будет более открыто к его влиянию. То есть власть Ирана дает понять политическим силам внутри страны и людям, что ничего для них меняться не будет. И то, что это заявление сделал именно духовный лидер страны, весьма символично. Визит министра иностранных дел Ирана в Москву, это скорее уже сигнал Вашингтону. Иран опять дает понять, что если уж и будет с кем-то сотрудничать более тесно, так это с Москвой, с которой у Тегерана, в общем, и до этого было взаимопонимание по многим вопросам. Сергей Лавров и Джавад Зариф вновь подчеркнули это сегодня на переговорах в Москве. Мы уверены в том, что венские договоренности поднимут российско-иранские отношения на иной, более высокий уровень. Это происходит и благодаря другим соглашениям, которые были достигнуты между лидерами наших стран ранее. И с учетом того, какие возможности нашему сотрудничеству открывает новая сделка по ядерной программе Ирана. Джавад Зариф, в частности, имел в виду то, что снятие санкций создаст условия для всеобъемлющего развития отношений между странами по различным направлениям. В частности, Россия будет сотрудничать более тесно с Ираном в области мирного использования ядерной энергии. Тегеран, Москва также выразили, высказали общую позицию по сирийскому вопросу, который озвучил уже Сергей Лавров. У нас есть расхождение, в том числе в отношении того, как решать судьбу нынешнего действующего легитимного президента Сирийской Арабской Республики. Если некоторые из наших партнеров считают, что обязательно нужно договориться заранее, что в конце переходного периода президент уйдет со своего поста, то России эта позиция неприемлема, о чем мы прямо говорим. В общем, суммируя, Лиза, можно сказать, что Иран и Россия демонстрируют свое единство по целому ряду вопросов и показывают Западу, что перемен в иранском направлении ожидать не стоит после подписания соглашения. Можно не сомневаться, что единство подхода в вопросах региональной политики Москва и Тегеран будут демонстрировать и в Организации Объединенных Наций, с трибуны Генеральной Ассамблеи, которая начнет работу в Нью-Йорке в сентябре. Спасибо, Женя и Евгений Маслов о ситуации вокруг иранского соглашения по ядерной программе и отношениях Тегерана.